Здравствуйте! На портале Экзегет Тру с вами претерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня я хотел бы с вами прочитать слова пророка Иеремии из 20 главы 7-9 стихи. Жалобная песнь, жалобный крик, плач Иеремии. Пророк Иеремия – один из самых великих персонажей Ветхого Завета. Когда в Евангелии от Матфея Господь спрашивает своих учеников, за кого меня почитают люди, наряду с великим пророком Ильей, Иоанном Крестителем, возникает образ Иеремии. Он был настолько велик, его кончина была столь загадочной, что смерть над такими людьми не имеет власти, и в конце времен они обязательно должны вернуться для того, чтобы завершить свою миссию. И пророк Иеремия – это один из пророков, которые возвещают наступление Нового Завета. Поэтому его значения для Иисуса Христа и для христиан совершенно уникальны. Даже при поверхностном чтении книги пророка Иеремии невозможно не испытать потрясения перед лицом величия этого человека. Когда мы читаем его слова, то мы физически ощущаем его невидимое присутствие, силу его личности. Опять же, мы с вами привыкли жить в мире визуальных образов и виртуальной реальности, за которой ничего не стоит. И поэтому пророк Иеремия – это удивительный пример того, когда Слово становится твоей плотью, Слово Божие становится твоей судьбой. Это не просто некая абстрактная истина, о которой можно говорить, проповедовать, но это то, что становится плотью твоей жизни. То есть буквально твоей судьбой, твоими страданиями, твоей радостью. И наряду с этим существует другая реальность, когда слова, как некие кумиры, идолы, некая реальность, за которой в действительности ничего не стоит. И поэтому самое драгоценное, что открывается нам – это присутствие и сила Божественного Слова, которое открывается в нашей жизни. И пророк Иеремия является совершенно удивительным примером. Он не просто пророк в смысле оракула, то есть человека, который становится устами истины, который пассивно воспринимает Слова Бога и передает их как равнодушный передатчик. Из всех пророков он, пожалуй, самый живой и самый настоящий. Название его книги тоже очень необычно, потому что буквально речь идет о словах пророка Иеремии. Но это именно тот случай, когда слово и означает дело. И поэтому книга, которая носит заглавие слова, фактически является по-настоящему житием. Даже не просто биографией, а житием. В книге Иеремии есть удивительные признания, которые потрясают своим безграничным доверием Богу. Его терзают сомнения. Порой он ведет себя с царственной уверенностью в самом себе. Порой он охвачен тревогой, смятением. Поэтому это удивительная, противоречивая личность и живая личность. И, может быть, одна из самых потрясающих страниц этой книги, конечно, первая глава, где рассказывается о том, как Господь вошел в его жизнь. Как Господь позвал его и повелел ему стать пророком. Первая реакция, которая возникает у Иеремии, он отказывается. «Господи, посмотри, я совсем молод, я юноша, кто меня послушает, не проси меня ни о чем. Есть более достойные люди». Считается, что в этот момент пророку было 17 лет. Обычно мы себе представляем пророков в образе старцев, с длинной бородой, с серьезным выражением лица, а здесь юноша. И по-настоящему мы поймем, почему он отказывается, дочитав эту книгу до конца. Как пророк Иона, он тоже пытается избежать своего жребия, но Бог настаивает, и Иеремия вынужден уступить. И когда Бог ему передает ту весть, которую нужно будет передать народу, это будет одно из самых ужасных и отвратительных известий. Эта весть по-настоящему оскорбляет религиозные чувства, национальное достоинство людей того времени. Иеремия должен предупредить народ Израиля, что по причине нечестия и неверности завету народ будет наказан, придут в Вавилонине, и земля будет разорена. А затем, когда враг приближается к стенам Иерусалима, он призывает сдаваться врагу, не оказывать никакого сопротивления, никакой борьбы. Разумеется, что такая проповедь ни у кого не вызывает ни сочувствия, ни понимания. Поэтому он будет отвергнут всеми – царем, вельможами, старейшинами, всем народам. Поэтому весть, которую ему нужно передать, не является словами утешения, как обычно слова пророков – это слова утешения. Здесь его весть скорее настраивает на поражение и на депрессию. Вот почему Иеремия остался в памяти народа, как пророк плача. Он все время стенает, он все время в отчаянии. Ему присвоили прозвище «ужас со всех сторон». Он предрекает, что впереди народа ожидают только несчастье. В некоторых европейских языках поэтому слово «Иеремиады» стало обозначением вот таких жалобных стонов, плача, стенания. И мы легко можем себе представить, как ему жилось среди своего народа. Над ним издеваются, глумятся, его бросают в тюрьму. Он обречен на изгнание. И, вероятно, в этом изгнании он был убит. Таким образом, можно понять, почему этот юноша вначале отвечает отказом. Но, тем не менее, все, что он предсказывал, исполнится. И самый удивительный момент в его книге, к которому мы непосредственно с вами приближаемся, когда он подводит итог своей многострадальной жизни. Он произносит слова, которые преподносят урок всем поколениям верующих людей. И к ним поэтому стоит прислушаться. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». Давайте задумаемся, о чем идет речь. Вероятно, каждый из вас однажды в своей жизни испытывает те чувства, которые испытал Иеремия. Разве, может быть, с единственным отличием не всякий из нас способен на такую степень откровенности с Богом, быть откровенным, как сын с отцом до конца. Пророк говорит, «Ты меня обманул». И здесь мы слышим голос человека, которого обвели вокруг пальца. Любой на его месте мог бы сказать, «Подумай только, Бог открылся тебе, Бог тебя призвал, говорил с тобой, о Боже, я стану пророком, я стану великим человеком, служителем Бога Всевышнего». Но в результате Иеремия оказывается в окружении всеобщего презрения и ненависти. Вот почему он жалуется, что его обманули. И в этом слове «увлек» в синодальном переводе, конечно, мы слышим жалобу обманутого возлюбленного, потому что буквальное значение этого слова «ты меня прельстил, ты меня соблазнил, и поэтому ты меня обманул». И я испытываю эти обманутые ожидания, разочарование супруга. Я тебе доверился, но на самом деле все оказалось совершенно иначе. Это были миражи, которые теперь рассеялись, и я в действительности позволил себя обмануть. «Но ты оказался сильнее меня. У меня хватило бы ума и здравого смысла, чтобы сказать «нет». Но ты меня убедил, ты меня превозмог, ты оказался более красноречивым, и я поверил тебе». И вот какой результат этой жизни. Продолжаем чтение Иеремии. «Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневные посмеяния». С утра до вечера люди лишь глумятся над ним, издеваются все, кому не лень. И если он открывает уста для того, чтобы что-то изречь, некие слова истины, он возвещает лишь одни несчастья и самые ужасные вещи. Поэтому он горько жалуется Богу. «Из-за тебя вся моя жизнь стала предметом поругания». И мы понимаем, что здесь Иеремия дошел до последней черты отчаяния. Это крик сердца, который уже дальше терпеть не может. И именно в этот момент очень важно войти во внутренний мир Иеремии, почувствовать его переживания. Каждый человек, который призван возвещать Слово Божие в современном мире, должен быть готов к тому, что он будет отвергнут к Нему, будут относиться как к пророку Иеремии. Не только в Древнем Израиле, но и в нашем мире говорить о Боге означает оказаться между молотом и наковальней. Легко побуждать людей к фанатичной вере, к обряду верию, заниматься пропагандой. Но тот, кто говорит о Боге, как апостол Павел, «Будьте живыми для Господа во Христе Иисусе», тот, кто хочет по-настоящему защищать Его волю, конечно, рискует поставить себя в очень опасное положение. Если вы говорите сегодня о Боге самыми обычными людьми, что вы услышите в ответ? Зачем тебе самому это нужно? Разве ты не видишь, что религия – это пережиток прошлого, мифология бронзового века, психологические проекции, злоупотребление власти? От религии все несчастья, подумай о крестовых походах, о религиозных войнах, геноцидах, угнетении женщин, терроризме и так далее. Все беды в истории человечества как будто от религии. На самом деле все беды от злоупотребления религии и от неправильного ее употребления. Но изначально мы ведь надеялись на совершенно другое. Сегодня, когда нужно говорить о том, что каждый человек достоин уважения, поскольку каждый человек есть образ и подобие Бога, и поэтому в глазах Бога бесценен, в обществе, где царит индивидуальное потребительство, манипуляция массовым сознанием, конечно, такая весть проходит с большим трудом, и она совсем не пользуется популярностью. Когда речь заходит о достоинстве людей, отвергнутых обществом, или когда нужно говорить о том, что для создания христианской семьи необходимо расстаться с психологией потребительства, там, где нет взаимного уважения и жертвенной любви, которая становится по-настоящему твоим источником радости и высшей награды, ничего построить невозможно. Невозможно построить лишь на одних пробуждениях. И попробуйте современному человеку сказать, что какие-то незыблемые, объективные, нравственные ценности, ориентиры существуют, и если ими пренебрегать, то человек просто перестает быть человеком или быть вполне человеком. Все это, конечно, очень сложно. Попытайтесь, и вы увидите, что вас ждет в ответ. Вы повторите слова Иеремии. «Весь день я предмет поругания, насмешек». И это старо, как мир, и это ясно, как сей день. Теперь у вас возникнет вопрос. Как это печально? Стоило ли ради этого начинать разговор, чтобы прийти к такому печальному завершению? Но в действительности история на этом не кончается, и нужно прочитать продолжение слов Иеремии. Вначале он по-человечески изливает сердце, и это потрясающий крик отчаявшегося сердца. Но затем он признается самому себе. «Если я скажу самому себе, хорошо, больше не буду вспоминать о тебе и ничего не буду говорить от твоего имени, и в этот момент в моем сердце вспыхивает, как будто пожирающий огонь, заключенный в моих костях. Я пытаюсь его сдержать, и не могу, он невыносим». И это ведь совершенно удивительное признание и потрясающее свидетельство. В тот момент, когда человек себе хочет сказать, «Я сдаюсь, довольна». В этот момент некий огонь пробуждается в сердце, и удержать его невозможно. Тот, кто хочет удержать божественный огонь за пазухой просто для самого себя, для того, чтобы наслаждаться им для индивидуального потребления, похоронить его, конечно, обречен на провал. Похоронить его невозможно, он все равно вырвется наружу. Это то, что понял пророк Иеремия, то, что он пережил, и то, что доносит до нас. Тот, кто однажды встретил в жизни Бога или человека, на лице которого он увидел сияние вечной жизни, как любил повторять митрополит Сурожский Антоний, тот человек не может этого забыть. Этот огонь продолжает тлеть где-то, погребенный пеплом, но он никогда не умирает, и однажды, рано или поздно, он просыпается, как извержение вулкана. И поэтому тот, кто испытывает в себе призвание нести Слово Божие, или жить своей жизни, своей повседневной жизни в общении с Божественным Словом, не отступайте. Точно так же, как и пророк Павел воскликнул, горе мне, если я не благовествую, если я не возвещаю Евангелие, то есть весть о воскресении Христа, в чем-то апостол Павел как будто повторяет судьбу пророка Иеремии, и у него тоже возникает выбор, может быть, довольна, нужно остановиться, но нет, горе мне, если я останавливаюсь на пути своего призвания. И поэтому история пророка Иеремии, великого меланхолика, великого страдальца, который бесконечно рыдает и стенает, показывает о том, что призвание пророка не бывает легким, Божественная благодать не приобретается по красной цене, как в наших супермаркетах на распродажах. Но если даже ты попытаешься утаить за пазуху этот Божественный огонь, он все равно вырвется наружу. Горе мне, если я не благовествую. Это восхитительный, ликующий крик радости, который сопровождает пророка на его пути с момента его призвания и вечности. На портале экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова